А сейчас я вам расскажу, как делается евроремонт, то есть еврейский ремонт. Подешевле и покачественнее. Вместо залива пола – ДВП и линолеум. На стены в рост самого крупного из котов – ламинат. Затем обои. И заключительное – потолки. В моей квартире 8 потолков. Три подстеновые панели. Один дорогой, двухуровневый. Другой недорогой, двухуровневый. Потолки в центре коридора черного цвета. Потолок в моей комнате из трех составляющих. И на пассажок. Третий потолок в отражении. И там, где мой сын смотрит ТВ. Итак, из 8 потолков – 5, сделанные фирмой Евростиль. Конечно, хотелось и летом попросить надеть фирменные футболки. Но это было супер время для тех, кто заканчивал. И поэтому будь как будет, и в минимум. На сверхклевые потолки в 3.30 сталинского дома. Ну и чтоб вы поняли, что это евро. Это евро-крутой светильник от света сафари, что в других магазинах вытянул бы на 150 тысяч рублей. Вот так и получилось. И я, и мой сын довольны. А потом прошло полгода. Я каждый раз звонил и вопрошал. А когда мы сделаем сюжет? И вот, полгода пройдены, и мы приехали в стройдвор, в павильон номер 4. Для того, чтобы вам показать место, где можно оформить заказ. Заехать-то в принципе легко. В центральный вход и рядом с Лео располагается место, где вы легко и просто сможете себе выбрать потолки в 3 цвета. И с расшивкой, и с цветами любого уровня на свой потолок. То же самое и в торговом центре дом. Там вообще все просто. Зайдете в центральную дверь и просто упираетесь в то самое место. И никуда бегать не надо. И за 5 секунд для нормального мужика или за несколько часов для забавной женщины вы закажете себе потолок. Ну, а если вы захотите что-нибудь-то дымс добавить, как-то точные светильники в обалденном объеме или люстры, и для этого новый павильон в стройдворе. И запомните это место номер 255. Приедьте, посмотрите, зацените ваш супер-мега-потолок по вполне недорогой цене. Я прекрасно понимаю, что самая лучшая часть работы это натяжные потолки. Вы приходите буквально за 2-3 часа ставите потолки в любое место. И в несколько вариантов тоже вы можете. В двух-трех уровнях. Вот сколько это стоит? И как часто вы это можете сделать? А 230 рублей квадратный метр стоит. Мы выезжаем по всей Челябинской области, в Башкирию. Устанавливаем как одноуровневые потолки, так и двухуровневые с фотопечатью. То есть, по желанию клиента мы можем установить фотографию либо выбрать с каталога любую картину. А скажите мне, пожалуйста, вот фотопечать, да? Насколько это качественно сделано? Потому что я помню, раньше показывали фотопечать, она была такая не очень красивенькая. А сейчас... Ну, вообще, картины, которые представлены в каталоге, они идут уже подобраны по пикселям, то есть там уже качество на высшем уровне идет. То есть, можно посмотреть, и как будто это будет небо? Да. А мы с Максимом были и видели, отель такой был, Адам и Ева. Там все в зеркале, да? Вот. Я бы хотел, чтобы у меня был тоже зеркальный потолок и разноцветная подсветка. Тоже возможно сделать? Конечно. Цена будет рассчитываться индивидуально. Воображение будет зависеть уже только от вас. Либо наши мастера могут вам посоветовать, как лучше все это оформить. Ну, а пока вы понимаете то, что вам необходимо, мы быстренько так в поселок Нежный прокатились. Здесь в целом доме всего за 80 тысяч рублей в течение пяти часов полностью закрыли все потолки. Офигеть, да? Да уж, круто. И сделали все это специалисты фирмы Евростиль. Я так понимаю, что вы сегодня завершаете процедуру, да? Сколько всего здесь было потолков? На первом этаже было два двухуровневых потолка и один обычный. На втором этаже мы делаем пять потолков, четыре спайни и один коридор. За сколько вы сегодня все это сделали? Сегодня мы начали с утра и ближе к вечеру уже закончили почти все. Итак, что такое Евростиль? Во-первых, евро – это еврокачество и это недорогая цена. Подумайте, как турку и чуть-чуть еврею можно было бы вкатить евро цены. Нет, цены должны быть дешевле всех, ну или где-то рядом. А вот качество евро. Кстати, евро можно заработать правильнее, делая евро и успевая это делать в разы быстрее конкурентов. И поэтому хорошие тачки и правильный заработок. Кстати, теперь об этом знаете и вы. А для других потолочников мы придумали совершенно другие цены в евро. Я, конечно, понимаю, да, что вы здесь взяли небольшой павильончик. Хотя, почему небольшой павильончик? В вашем павильоне мы видим и свет, и потолки. И все это в одном месте? Да, это один из наших магазинов. Есть у нас просто отделы, чисто где мы торгуем только потолками. В этом месте у нас есть и потолки, и освещение, и люстры, и брайтер-шер. То есть здесь вы можете получить полный комплекс от освещения до уже монтажа потолка. То есть я обращаю внимание, что вы же можете делать потолки под светильники, вы можете сделать потолки под люстры, вы можете сделать просто светящиеся потолки. Это тоже возможно? Мы можем делать любое ваше пожелание. То есть мы учтем это как в плане освещения, так и по поводу потолка. То есть подбор осуществляется все у нас. То есть когда вы осуществляете подбор освещения и потолка в одном месте, это гораздо легче и практичнее. То есть это удобнее для вас, экономит ваше время, ваши деньги. То есть мы делаем хорошие скидки на освещение и на потолок, когда вы у нас приобретаете полный комплекс. Работаю уже шестой год в плане потолков, в плане их производства и постоянного совершенствования. То есть наша задача идет оправдывать доверие клиентов. В плане качества, сервиса и то есть уже обслуживание наших объектов. То есть в нашем магазине представлены более 150 позиций точных светильников, люстр, всевозможных бра, торшеров. А теперь уже я скажу, во-первых, огромное спасибо за то, что вы мне сделали. А вы мне сделали практически все, что нужно было. И двухуровневые потолки, и черные потолки, и прозрачно-белые потолки, и еще кое-что. Огромное вам спасибо за это. Ну, это наша работа. То есть, еще раз повторюсь, оправдывать доверие и те деньги, которые мы берем с клиента, мы обязаны. То есть, сарафанное радио – это лучшая реклама, которая работает сейчас в наше время. Поэтому, делая хорошо нашу работу, мы будем уверены в завтрашнем дне. В завтрашнем дне нашей компании, наших работников, наших менеджеров, то есть, когда вы недовольны своей работой, недовольны и мы, в первую очередь, у нас нет такого, что, ну, не сделали, не получилось, ну и ладно. Мы должны узнать, почему, какая проблема, и решить ее в кратчайшие сроки, чтобы вас все устраивало.